Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно Плюс в студии Михаил Зайцев. Чуть более трех часов назад в Беларуси открылись участки для голосования. 137 из них расположены в Гродно. Сегодня гражданам предстоит выбор депутатов в местные советы. В областном центре свои кандидатуры выставили 45 гродницев, которые баллотируются по 30 округам. Насколько активно избиратели идут на участки в первые часы голосования и чего ждут от народных избранников в нашем следующем сюжете. Избирательные участки открылись ровно в 8 утра. Конечно, в это время аншлага в местах для голосования не было. Впрочем, по многолетним наблюдениям, пик избирательной активности обычно приходится на середину дня. Тем не менее, мама троих детей, Ольга Болбат, к участию в выборах отнеслась особенно ответственно. Заранее изучила анкеты кандидатов и спланировала режим разновозрастных дочерей таким образом, чтобы прийти на избирательный участок пораньше. Мы пришли рано, потому что сегодня Масленица, прощенное воскресенье, мы уезжаем сейчас к бабушке. Да, ознакомились, бросали в почтовый ящик. Нам повезло. Все, кто у нас есть на участке кандидата, мы их изучили заранее и выбрали для себя соответствующего человека. Ольга Болбат пришла в основной день выборов на свой участок. Первый именно ее бюллетень стал первым в Орне для голосования. Напомним, с 13 по 17 февраля в Беларуси прошли досрочные выборы. И многие гродницы использовали возможность отдать свой голос за кандидата в это время довольно активно. Количество проголосовавших досрочно в нашем городе составило более 30%. 18 февраля – основной день выборов в местные советы. Сегодня гражданам предстоит выбрать тех, кто в ближайшие 4 года будет участвовать в утверждении местного бюджета, распоряжаться коммунальной собственностью, помогать решать и личные вопросы, будь то помощь в трудоустройстве или установка пандуса в отдельно взятом подъезде. Одним словом, полномочия депутатов в местные советы довольно обширны. И, к слову, за это отдельные заработные платы народные избранники получать не будут. Именно поэтому для голосующих важно, чтобы кандидат был неравнодушен к их проблемам. Мне хотелось бы, чтобы человек был честен перед самим собой и перед своими избирателями, которые сегодня отдадут за него свой голос, а значит, они все-таки на что-то надеются, на решение каких-то своих проблем. Я считаю, он должен прежде всего знать свой город и любить его. Все. Больше тут ничего такого не надо. И выполнять свою хорошую работу. Всего на выбор гродненцам предложено 45 кандидатов. Среди них врачи, руководители предприятий, учителя, прокуроры и ремесленники. Соотношение мужчин и женщин примерно равное. Средний возраст кандидатов – около 40 лет. Некоторые из них своим избирателям прекрасно известны, так как представляли их интересы во время предыдущего созыва. Всего в Гродно сформировано 30 избирательных округов. Что примечательно, некоторые из них исключительно женские. Там на выбор избирателям свои кандидатуры предложили представительницы прекрасного пола. Есть и так называемые брутальные округа, где за звание депутата будут бороться только мужчины. Есть и безальтернативные округа. Там в бюллетене указана лишь одна фамилия. По окончании голосования участковые избирательные комиссии подведут итоги, составят протоколы по каждому участку. И на основании этих протоколов городская избирательная комиссия будет подводить итоги по каждому избирательному округу. Избранным будут считаться те кандидаты, за которых проголосует большинство от принявших участие в голосовании. В случае, если по округу баллотируется один кандидат, он будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины от избирателей, которые приняли участие в голосовании. Прозрачность выборов, проходящих в Гродно, оценивают сотни наблюдателей, в том числе и представители других стран. Здесь в Беларуси, да, первый раз. Я приехала пять месяцев назад, поэтому первый раз. Надеюсь, что все будет хорошо и что все придут, чтобы голосовать сегодня. Я считаю, что условия очень хорошие. Мы здесь чувствуем себя как дома. И я думаю, что все идет по плану. Голосование продлится до восьми часов вечера. К слову, те, кто по каким-либо причинам не смогут прийти на стационарные участки для голосования, как всегда, получат возможность выбора с доставкой на дом. Сегодня пройдет голосование на дому. Лена Молчанова, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. Чтобы обеспечить общественную безопасность, сегодня на всех, без исключения избирательных участках, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Сотрудниками органов внутренних дел отслеживается ситуация, связанная с соблюдением избирательного законодательства, а также законодательство в части проведения массовых мероприятий при проведении агитационных мероприятий кандидатами в депутаты и их доверенными лицами. На сегодняшний день, следует сказать, что обстановка достаточно спокойная, каких-либо нештатных ситуаций не возникало, сотрудники выполняют задачи в штатном режиме. В усиленном режиме сегодня работают и сотрудники транспортной милиции. Контроль за общественным порядком в поездах, аэровокзалах и на станциях, сопровождение грузов, поиск воров, воспользовавшихся усталостью пассажиров – все это сферы деятельности транспортной милиции, которая сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Эта служба охраняет закон и порядок уже 99 лет, и, к слову, история белорусской транспортной милиции началась именно с города Гродно. 18 февраля 1919 года был образован участок Гродно-Паречье, где и заступили на службу милиционеры, в обязанности которой входила охрана путей и сопровождение грузов. За свою почти вековую историю значительно выросла территория обслуживания, увеличилось количество составов, добавилась зона аэропорта. Вместе с тем серьезно улучшилась и эффективность работы транспортной милиции. Если взять, например, еще лет 15 назад, у нас за год регистрировалось примерно 360 преступлений. И вот пройдя вот эти годы, можно сказать, что мы достигли исторического минимума. То есть за 2017 год у нас было зарегистрировано всего лишь 33 преступления. Это по линии уголовного розыска. При этом все без исключения преступления раскрыты. Такое феноменальное снижение количества правонарушений – это и серьезная профилактическая работа со стороны милиции. Также потенциальных преступников останавливает неотвратимость наказания. Ведь все станции, вокзалы и большинство вагонов сегодня оборудованы камерами видеонаблюдения. А это значит, что каждое противоправное деяние на виду и под контролем. Согласно законодательству, отдать свой голос за народного избранника могут граждане Беларуси, достигшие 18 лет. Однако это не повод пропустить голосование и для самых маленьких. Уже не первый раз в Гродно прошли так называемые детские выборы. Те же урны, бюллетени и участковые комиссии. За исключением одного нюанса – вместо фамилии кандидатов выбрать надо название дерева – клен, дуб, ель, сосна, каштан, рябина. Из их числа юным избирателям предстоит определить дерево символа Октябрьского района Гродно. Подробности в нашем следующем сюжете. На необычные выборы собралось немало людей. Кандидатами стали деревья, а избирателями – дети. Все, кому еще не исполнилось 18 лет, могли отдать свой голос. К примеру, Екатерина Корец впервые участвует в таких выборах. Признается, принять верное решение в ее возрасте нелегко. Намного проще, когда это делают взрослые. Взрослые решают серьезные проблемы, а мы учимся делать свой выбор. Мы пришли сюда, чтобы выбрать дерево – символ города. Я мало, конечно же, серьезных решений принимаю, но я просто пробую это. И таких, как Катя, много. Маленьким гродницам нужно было выбрать символ Октябрьского района города Гродно. Среди кандидатов шесть видов деревьев. Дуб, ель, кленка, штан, сосна и рябина. Маленькие избиратели по секрету рассказали, за какое дерево отдали свой голос. Я сюда пришла, чтобы проголосовать за дуб. А почему? Потому что он как царь, толстый и великий. Он может простоять много лет. В бюллетени, закрытые кабинки и урна. Здесь все, как на взрослых выборах. Даже маленькие избиратели в эти минуты голосования не чувствуют себя детьми, а настоящими взрослыми. Не через слова, не через некие беседы или нравоучения, а через игру, через реальные действия показать, как важно, как значимо делать правильные выборы. Как значимо, что от твоего голоса зависит судьба некого вопроса. Мероприятие под названием «Выбираем вместе» уже третий раз проходит в областном центре. Проект детских выборов участвует в конкурсе «100 идей для Беларуси», направленный на вовлечение молодежи в социальную жизнь. Как показывает практика, принимать самостоятельное решение и делать выбор в пользу того, что действительно понравилось больше всего, для детей эта интересность запоминается надолго. Он показался нам очень хорошим проектом, именно потому что он способствует формированию активной жизненной позиции детей и молодежи. Он способствует формированию значимости выбора у нашей молодежи. Для такого детского голосования было организовано 24 избирательных участка по всему городу, а в самих выборах поучаствовало более 15 тысяч детей. В результате подсчета голосов победил Дуб. За него проголосовало больше 40%. Именно он станет символом Октябрьского района города Гродно в этом году. Яна Мельниченко, Гаджан Батыржанов, Новости, Гродно+. Очередной новостной выпуск на телеканале Гродно+. Выйдет в 15.00, а еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. Поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. Хорошего вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова